Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Давайте сегодня поговорим о вакансиях. А это именно будет тема касаться вакансий, как все-таки отличить фальшивые вакансии от правдивых. Если вам это интересно, то продолжайте смотреть дальше. Итак, что касается вакансий. Если, возможно, 5 лет тому назад работник сам искал работодателя, искал темы и узнавал, как же сделать себе приглашение на работу, как себя легализировать, то на данный момент уже работодатель ищет работника, потому что каждый работник перебирает вакансии и каждый уже хочет какие-то условия лучше, чем были раньше. Но здесь также нужно учитывать тот факт, когда вы едете в Польшу без знания языка, без каких-то специальностей, возможностей, то не нужно рассчитывать на какую-то высокую заработную плату. Даже если вы будете работать на высокой заработной плате, то это будет работа по 10-12 часов с понедельника по субботу. Когда же мне люди говорят, что вот мой знакомый работает по 8 часов и он зарабатывает 3-4 тысячи, как минимум, и суббота-воскресенье у него выходной, у него в аппарате и так далее, то почему-то не каждый говорит нюансы и детали, знает ли он польский язык, а также сколько он уже здесь пробыл, и вообще на основании чего он сюда приехал, а также какие документы. Чем лучше у вас документы, чем лучше у вас знание польского языка, тем, конечно же, вы тогда можете рассчитывать на более высокую ставку. Как же все-таки отличить фальшивую вакансию от правдивой? Первое самое главное, это когда в объявлениях говорится, что вот сейчас мы даем вам быстрый заработок, сегодня и сейчас вы заработаете эти деньги. Ну, во-первых, никогда нету быстрого заработка, точнее вкусный сыр только в мышеловке. Помните тот факт, что куда бы вы ни пошли работать, вы должны иметь разрешение на работу. Это, говорится, именно касается только тех иностранцев, у которых нету карты поляка, столевого повода, там, визу учебной и так далее, да, то есть тех там нюансов, исключений. Я говорю сейчас именно о тех людях, которые приезжают в Польшу по биометрии, либо же по рабочим визам. Если же вы приехали и увидели такую вакансию, что вот мы вам дадим быстрый заработок, быструю вакансию, и вот и сейчас вы сегодняшнего дня уже поступаете работать, и такого не может быть. Во-первых, разрешение на работу делается от 7 дней до 3 недель. Дальше подписание договоров. Далее, какая ни была бы вакансия, вы должны пройти БХП, вы должны получить там форму. Если это связано что-то с гастрономией, тогда вы должны оформить себе медицинскую книжку. Поэтому это всё никак не может занять просто в один день в считанные секунды. Это у вас всё будет занимать где-то 3-4 дня, чтобы пройти все там медосмотры, сдать БХП и так далее. Что же касается быстрых денег, это означает нелегальная работа. Поэтому, идя на такие быстрые деньги, на такие быстрые вакансии, помните, что в любой момент вас могут проверить страж граничная. И если у вас не будет каких-то специальных документов, то вас могут просто депортировать. Вознаграждение по результату работы. Наверное, тоже, особенно в сезонный период времени, вы можете встречать такие вакансии, как, сделав, например, собрав 5 ящиков клубники, и вы получите зарплату. Ибо же, например, после того, что, когда вы что-то сделаете, вы получите свою зарплату. Такие вакансии вас уже должны насторожить, так как многие работодатели хотят просто скрыть низкую ставку в таких объявлениях. Особенно это касается вакансий, где работа будет на аккорд. Аккорд в Польше означает, что, выполнив какой-то заказ, вы только после этого получаете заработную плату. Работа на аккорд, конечно же, по ставке намного выше, нежели вам кто-то дает просто за 1 час в злотых. На аккорд выгоднее работать в плане прибыльнее, но это тоже небезопаснее, потому что, если вы не выполните какую-то норму, то вам могут просто не заплатить за такую вакансию. Очень часто также были такие вакансии, когда, например, якобы работодатель находит работника и говорит, что у нас есть суперработа для тебя, но здесь нужно вложиться. То есть, перечислив деньги за разрешение на работу, либо же перечислив деньги за место, чтобы за вас держалось, такая работа вас также должна насторожить, так как нет резервации мест, нет оплаты за место. То есть, нет такого понятия. Если работодатель вас и находит, если вы ему высылаете резюме, то он уже потом вам назначает собеседование личное, либо же там может быть собеседование какое-то тестовое и так далее. То есть, бывают разные виды. Но брать деньги за вакансию, просто брать деньги за то, чтобы за вами зарезервировали данное место работы, и сразу же вы должны задуматься, что здесь работают мошенники, либо же вас хотят обмануть, либо же вам просто хотят продать какую-то вакансию. Находя какую-либо работу, когда вы понимаете, что вау, это ваше, берите, копируете название фирмы и вбиваете просто в Google. Во-первых, это очень хороший плюс, когда вы идете на собеседование, потому что перед тем, когда вы идете на собеседование, желательно изучить и понять, что это за фирма и чем она занимается. Если же вы находите работу через кадровое агентство, тогда просто вбейте в Google, либо же по номеру КРС, посмотрите данные и всю историю этой фирмы. Понятное дело, что опинья, точнее отзывы о фирмах бывают самые худшие, а фирма оказывается в работе самая лучшая. Бывает и такое, потому что никто не скрывает, в Европе, как и у нас, тоже есть конкуренты, которые любят друг другу насолить. Поэтому чаще всего некоторые фирмы заказывают и платят людям, которые сидят дома, то есть работа на дому, чтобы писать отзывы. Они могут быть как положительные, так и отрицательные. Понятное дело, что никогда не узнаешь правду, пока не попадешь в эту сферу. Я точно такой же работник, который тоже всегда ищет какого-то работодателя, либо еще что-то. Я изучаю полностью всю историю, понимаю для себя картину, чем они занимаются, чем нет. И уже придя на собеседование, во-первых, я понимаю, чем фирма занимается, а во-вторых, отношения в фирме. Это очень хорошо видно. Возможно, не всегда понятно для кого-то, особенно если кто-то не знает польский язык, но даже если вас трудоустраивает, например, в русском языке, то можно увидеть отношения работников русскоязычных. Наши, хоть и высокомерные иногда бывают на работах, но могут рассказать о документации, могут подсказать, куда нужно будет обратиться. Ну, человеческое отношение, что я вам рассказываю, я думаю, каждый из вас это понимает. А если же вы приходите, и там русскоязычные собирают, трудоустраивают, точнее, на работу, и сидят с недовольным лицом, и просто говорят, ну да, и типа уже, господи, когда ты выйдешь с этого офиса, то я вам советую не связываться с этими людьми, потому что в дальнейшем, если у вас и будут какие-то проблемы, например, на работе, да просто узнать, когда будет аванс, премия, когда будет заработная плата, то вы в итоге от такой фирмы никогда не добьетесь, а если и добьетесь, то через какой-то просто промежуток времени. Самое большее убивают работы и фирмы, когда нет контактного номера телефона. Когда приходят ко мне работники и говорят, мы не можем себе аннулировать освещение, потому что нет контактного номера телефона. Даже если оно указано в освещении, то просто никто туда не может дозвониться. Так вот, если на фирме нету именно колл-центра, либо же номера телефона, по которому всегда кто-то есть доступен, то я считаю, и я вам советую не связываться с такой фирмой, потому что в будущем, даже если вдруг что-то не дай бог произойдет, и не знаю, там, захотите уволиться, а вам не выплатят заработную плату, вы просто не сможете добиться своего, не сможете связаться с этой фирмой, а это все чревато последствиями не очень самыми приятными, то есть в итоге вы будете иметь кучу-кучу проблем на свою голову. Оно вам это надо. Очень важно также не попасться на какие-то фальшивые имейлы. Бывают в связи с тем, что в Польше сделали рода, и сейчас многие, когда придя на фирму, подписывают такое, что они там разрешают показывать свои данные или не разрешают каким-то компаниям, которые предлагают кастрюли-сковоротки, так вот здесь нужно тоже быть аккуратным. В Польше, особенно если вы зарегистрированы почту свою на Wupapel, то есть виртуально польско, то там часто, очень много даже, точнее, приходит спама от разных-разных рассылок, которые, ну, просто нереальные рассылки разного рода, там, от бижутерии, золота, банковских кредитов и так далее. Если вас где-то почтой спрашивают номер страховой, ПЭСЛ, фамилию, имя, дата рождения, номер банковского счета, пожалуйста, не делайте этого. Отвечайте только именно на те мейлы, которые вы 100% знаете, что это пришло от работодателя какого-то, от вашего координатора, например, от вашего координатора, например, либо от ваших друзей. Больше ни на что не отвечайте, потому что тем самым вы даете свои данные, и они могут быть воспользованы не в очень хорошем случае. Помните по новым законам, что в резюме вы не обязаны указывать, где вы родились, где вы живете, вашу дату рождения, ваш ПЭСЛ, ваш номер страховой, самое главное – это фамилия и имя. Даже вы не обязаны указывать, какой у вас пол, только номер телефона, и дальше уже просто описание и данные о именно вас, касающие работы, образование, хобби, знание языков и опытом. Как я вам рассказывала когда-то еще ранее, как мне попасться к работодателю, который приглашает, точнее, высылает фальшивые приглашения, то вы должны проверять. КРС, ГАИД, номер НИП, номер РЕГОН. Если все это есть, то тогда хорошо. Я знаю, что это все затратно, это все тяжело, особенно если не знаете польского языка. Но, гугл-переводчик, пускай он и не все переводит досконально, но хотя бы частично понять можно его. Поэтому для вас это займет, может быть, 15-20 минут поиска по названию, по справзанию, по проверке НИПа и РЕГОНа, но тем самым вы себя просто обезопасите для того, чтобы приехать сюда в Польшу на легальную нормальную вакансию. Поэтому проверяйте особенно КРС, потому что в КРС чаще всего указывается, имеет фирма задолженности или нет. Также может быть указывается, когда фирма возвращается под новым названием. Так что будьте бдительны и будьте с этим аккуратны. Если же ваш потенциальный работодатель не хочет вам показывать номер НИП, значит, он что-то скрывает. На данный момент это очень легко все проверить, поэтому вы можете раскрыть его номер НИП, РЕГОН, КРС и так далее. Здесь я вам оставлю сайт, где можно это проверять. Также будет информация в инфобоксе. Поэтому перед тем, как ехать куда-то, проверьте работодателя. И последнее. Если вы соглашаетесь работать удаленно, то вам также нужно будет проверить работодателя, потому что существует очень много фирм, которые думают, а это мы ничего не подписываем, с ним никакого договора, поэтому очень легко его будет обдурить. Так как он сделает какую-то работу и забудет о деньгах, в итоге он не будет нигде жаловаться. Помните, что даже если вы работаете удаленно, то вы должны подписать какой-то договор, договор с полпраццией и так далее. Но работая где-то удаленно, вы все равно должны иметь разрешение на работу. Потому что, получив какие-либо вознаграждения, вы с этих вознаграждений должны платить налог. Если вы не платите налог с денег, которые поступают на ваш банковский счет, то всегда может проверить, как банк, то есть делать запрос, откуда у вас появляются лишние какие-то деньги, так и стража граничная также может проверить именно вас, чем вы занимаетесь. Поэтому старайтесь легализировать себя правильно и легально, чтобы впоследствии не было никаких проблем. А еще лучше всего выбирайте именно те вакансии, где работают ваши знакомые, где кто-то работал, где кто-то имеет какой-то отзыв, где слышал о какой-то фирме. Понятное дело, что нужно рисковать иногда и нужно пробовать, потому что есть такие фирмы, которые только-только начинают трудоустраивать у иностранцев, и у них никогда никто не работал. Но у тех же даже поляков можно узнать хотя бы отзывы о данной фирме. Если фирма только новая, то иногда и чаще всего новые фирмы стараются показать себя очень хорошо и с лучшей стороны на рынке, чтобы они были более, точнее, менее конкурентоспособны. Поэтому читайте отзывы, находите, пишите в социальных сетях. Сейчас очень много разных социальных сетей, очень много разных социальных групп в Фейсбуке, где вы можете просто написать, кто работал в такой-то, в такой-то фирме. И поверьте мне, один из миллиона людей, по-любому кто-то будет работать, либо же знает что-то о этой фирме, особенно те люди, которые долго уже живут. Поэтому старайтесь узнавать, тратьте немного хотя бы своего времени, чтобы, приехав сюда на работу, вы не тратили свои нервы, а также время, а могли спокойно приступить к работе. Так что удачных вам поисков, работайте на лучших работах, которые вам нравятся, желаю вам найти хорошие вакансии, а также получать достойную прибыль. Спасибо, что сегодня были вместе со мной. На этом у меня сегодня и всё. С вами увидимся уже совсем скоро, в следующих видео. И всем пока-пока!